В Нижних Сергах практически все улицы превратились в один сплошной каток. Вода едва ли не фонтаном бьет из-под земли. Из-за морозов полупались трубы. Как Карамысло спасает в этой ситуации людей, разбиралась Ирина Васькина. Больше нет воды. В какую сторону идти, не знаю сейчас. 70-летняя Клавдия Ефремова ведет активный образ жизни. Каждый день берет с собой Карамысло и отправляется в рейд за водой. Ближайшая работающая колонка за 800 метров от ее дома. Туда же отправляются и все соседи, живущие по улице Свободы. Зачастую преградой для жителей становятся вот такие вот импровизированные ледяные корты. К слову сказать, с Карамыслом ходить по ним не только неудобно, но и очень опасно. Вместо того, чтобы течь из крана, вода разливается прямо под ногами. Жителям объясняют, это лопаются от мороза трубы, потому что находятся неглубоко под землей. Бесплатные ледяные горки появляются в Нижних Серегах под Новый год и разливаются на несколько улиц. Вон у кого уже вода подошла к воротам. Вот я вчера взял пилу, прорезал и у меня пошла дальше. Сейчас я от себя отвел воду к соседке. Сейчас у соседки эта вода выпирает. Их объезжают машины и жители стараются обходить стороной. Где брать воду? Жители спрашивают у администрации уже третий год. Им отвечают, на ремонт труб не хватает денег. Затем материалов. Потом работы и вовсе переносят на следующий год. Городская прокуратура, куда жители обратились с заявлением, вынесла администрации представление. Глава города сейчас находится в отпуске, но по возвращению обещает вместе с работниками водоканала начать ремонт. Готовь людей, готовь материалов. Ну, на самом деле, хватит делать. Проблема в том, объясняют чиновники, что внеплановый ремонт труб для себя отвоевали уже другие жители через суд. Только после них работы начнутся и на этой улице. Но если ожидание затянется, обезвоженные соседи тоже будут судиться. Об этом они предупредили главу города. Я 10-го ухожу на работу и сам там буду. Потому что со мной, я не самому даже стыдно. Ирина Васькина, Александр Черных. События ОТВ.